Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы находимся в пригороде Атланты. По обе стороны дороги располагаются милые домики. Но последний дом не такой, как все остальные. В нем кроется секрет, который все сложнее и сложнее скрывать. Я боюсь, что кто-нибудь сдаст меня самоуправлению. Расскажет, в каких условиях я живу. Моя сестра я видела, как кто-то сегодня следит за моим домом. В доме три спальни, две ванные комнаты и подвал. Ни одно из этих мест непригодно для использования. Все комнаты переполнены. Единственная комната, в которой я могу находиться, это моя комната. На кровати можно сидеть, и если подвинуть вещи, лежать. Если тебе никто не помогает постоянно, не поддерживает тебя, не приободряет, то ты просто закрываешь глаза на весь мусор. Для того, чтобы вести такой образ жизни, деньги особо не нужны. Люди всегда обращаются ко мне, когда хотят от чего-нибудь избавиться. Они говорят, что у них есть, и спрашивают, не нужно ли это мне. И если эта вещь влезает ко мне в машину, то она мне нужна. Джуди обычно не только собирает вещи, которые ей предлагают знакомые. Когда у нее была работа, она закупала различные вещи в больших количествах. Еще одной моей слабостью было скупать вещи, если я считала, что это выгодная сделка. Здесь у меня пакеты с одеждой, которые я должна просмотреть и вернуть в магазин до определенного срока. Иначе с моей кредитной карточки снимут за нее деньги. Я могу купить пять пакетов вещей, приехав домой, примерить и решить, что они мне не подходят. Я думаю, что столовая комната заполнилась раньше остальных. Наверное, от того, что я ее использовала меньше, чем другие. Затем третья спальня стала непригодной для проживания после нее коридор, потому что было удобно ставить там вещи. Я не могла использовать ванную комнату, потому что там не было воды. Она превратилась в чулан. Зал был, наверное, последней комнатой, которую я заполнила вещами, что удивительно, учитывая, что это та комната, через которую я вхожу в дом. Ребята, я принесла вам чистую воду. Единственные сожители Джуди и ее домашние хорьки Рик и Рита. Мне кажется, я всегда любила животных. В какой-то мере они лучше, чем люди. Они никогда тебя не предадут. Сейчас все, чем Джуди дорожит, находится в большой опасности. Появилась реальная угроза, что у нее отберут дом. Я очень боюсь лишиться своего дома. Я боюсь, что кто-нибудь придет и скажет, что это место непригодно для проживания. И, скорее всего, так оно и есть. 50-летний Джим Фолсом живет один в своей маленькой однокомнатной квартире Фолс Чорч. Джим страдает от патологического накопительства. В молодости я собирал комиксы. У меня было большое количество коробок с комиксами. Я просто продолжал их накапливать и никогда не выбрасывал. Хотя нужно было. С тех пор Джим стал накапливать другие предметы помимо комиксов. Я купил несколько ящиков суповой основы, когда она была со скидкой. Я не вижу срок годности без очков, поэтому я подписываю большими буквами. Я планирую подписать все банки, которые у меня есть. Вдобавок к патологическому накопительству Джим еще страдает от острого социального беспокойства. Он не работал последние 10 лет. Я обычно весь день провожу за компьютером или телевизором. Примерно в 3 часа ночи я иду спать. Джим страдает от обсессивно-компульсивного расстройства, которое проявляется в повторении движений и появлении у больного навязчивых мыслей. Джим моет руки более 20 раз в день. Каждый раз, когда я что-нибудь поднимаю с пола, я мою руки, проверяю, чистые ли они у меня, прежде чем дотронуться до лица. Регулярно мою руки, я думаю, что это необходимо. Я хочу оставаться здоровым, не понимая, что эта дорога в страну сумасшедшая. Я ничего с собой не могу поделать. Джим всю жизнь боролся со своими склонностями к накопительству, но их стало тяжело сдерживать, когда его сосед по комнате переехал 15 лет назад. Когда у меня был сосед по комнате, мне приходилось содержать дом в порядке. Но как только меня перестали контролировать, мне просто стало безразлично. Джим хочет переехать из своего дома и снова жить с другим человеком, считая, что это положит конец его накопительству. Это Джим. Привет, как дела? Хорошо. Ты мне что-нибудь принес? Я принес мыло, так как я все твое израсходовал. Теперь тебе не придется волноваться за мыло. Хорошо. Я подумываю переехать к маме. Я решил, что лучше я буду платить за аренду своей маме, чем кому-то другому. Мама считает, что эта комната лучше всех мне подойдет. Здесь намного меньше места, чем в моей квартире. Нужно будет поместить все вещи в гардеробе. Я не знаю, рад ли я тому, что перееду. Мне не нравится жить, как на свалке, но расставаться с этими вещами тяжело. План Джима может представлять трудности, так как его мама тоже страдает от патологического накопительства. Как правило, если в семье есть хоть один человек с таким расстройством, то есть и другие. В доме, в котором я выросла, было много разных вещей. Мы тогда не знали, что это результат психического расстройства. Мы с сестрой часто брали вещи, которые у нас дома, и выбрасывали в чужую мусорку. Возможно, он принесет в мой дом больше вещей, но не думаю, что слишком много. Переживаю ли я? Нет. Будь что будет. Для человека, страдающего от патологического накопительства, отсутствие работы означает одиночество. Наш приз сегодня, если вы займете первое, второе или третье место. Чтобы сводить концы с концами, Джуди участвует в викторинах ради денежных призов. Второе место – 20, третье – 10. У меня не много денег, но много болезненной информации в голове, которой я, наконец, нашла применение. Теперь я могу питаться бесплатно каждый день, ну или почти каждый день. У нас своя команда, которая состоит из трех человек. Еда, спортивные моменты, фильмы. Вопрос по еде – в каком году появились батончики гранола? Эта бумажка может мне пригодиться. Сколько там было? Один, пять, три? Эта хоть как-то меня отвлекает. Я чувствую себя лучше, у меня есть небольшие радости в жизни. Я могу использовать все знания, которые бесцельно хранились у меня в голове. Я рада, что участвую в викторине. Небольшая отдушина в моей жизни. Она хоть как-то меня радует. Еще раз спасибо всем тем, кто принимал участие в сегодняшней викторине. Всем спокойной ночи. Жуди заработала себе на ужин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok